Ну тогда вернемся к сожалению. Напомню базовые условия нашей торговли. Значит, я говорил ранее, мы торговлю будем торговаться плосом, торговлю пытается перелиться через, то есть у нас не было торговли, и дальше не находиться перед монитором езды. Как у нас обстоят, по большому утрам вечера, из этих у нас формируется подход к клиенту в часы выбора инструмента. Мы исходим, что размер торгового депозита должен быть сопоставим со стоимостью торгуемого инструмента. И еще один такой аспект, мы торгуем только в лонг по причине того же риск-менеджмента. Напоминаю, что нами была выбрана из расчета размера депозита депозит. Мы для этих целей открыли небольшой, всего 2965 долларов в американском лицензированном FCM-брокере. И из расчета такого депозита был выбран инструмент, мини-контракт, но кукурузу, мартовский. Буквинов цифровой код контракта Титер УФСИ-Х19. В прошлой передаче мы остановились и подвели итоги по 21 декабря, это была пятница. Мы остановились на том, что была набрана позиция в лонг из четырех мини-контрактов по кукурузе. И рынок ушел в точку без убытка от уровня средней цены. Следующий торговый день у нас был в понедельник, 24 декабря. Начали свой торговый день также без изменений с четырех контрактов лонговых. Как видим, на открытии рынок немного спустился вниз, отойдя от нашей средней, спустившись немного в точку зоны просадки. Дальнейшее наблюдение за рынком также показало, что в течение этого дня никаких контрактов у нас не было куплено, продано. И торговый день мы также решили в состоянии четырьмя контрактами по лонгу. Следующая торговая сессия у нас была уже 26 декабря, среда. Она была короткая, после рождественской. Начали мы также без изменений. Четыре контракта в лонг. Открытие сессии охарактеризовалось импульсом вниз, завершившимся началом запива. Наблюдения рынка показали, что запив продолжился. И, собственно, в таком состоянии торговая сессия 26 декабря была закончена. 27 декабря, на начало нашего торгового дня мы имеем по-прежнему четыре лонговых контракта на мини-кукурузу. Открываемся чуть выше боковика предыдущей торговой сессии. Принимаем решение выставить контракт, выставить заявку на покупку следующего ордера по цене 372.875. Напомню, что зерновые у нас культируются в центрах, и 372 – это у нас не что иное, как 3 доллара 7.2 цента. Выставляем ордер на покупку по 372.875, наблюдая нижней динамикой рынка. Скажите, он ходит более широкий реке в этот день. И эту торговую сессию по-прежнему заканчиваем с нашими четырьмя лонговыми контрактами. Ни один из наших ордеров ни на покупку, ни на продажу в эту торговую сессию не сработал. Следующая торговая сессия у нас пятница 28 декабря. Открываемся по-прежнему с нашими четырьмя лонговыми контрактами за ночь. Никаких изменений по позиции не было. Рынок находится в том же диапазоне, где закрывалась предыдущая торговая сессия. Собственно, этот день также у нас не знаменовался ни срабатывая никаких ордеров, ни на покупку, ни на продажу. Рынок, как мы видим, остался в неком бакалимпет. Следующая торговая сессия была уже понедельник, 31 декабря, канун Нового года. В этот день я был в поездке, уехал отдыхать, принципиально даже не взялся в ноутбук. Поэтому провел такой некий эксперимент. И 31 декабря я мониторил с мобильного телефона, делая соответствующие скрины. Соответственно, на открытие торговой сессии, как мы видим, по-прежнему у меня в лонге четыре контракта. Никаких изменений не было. По счету небольшая просадка в 110 долларов. Наблюдаем за поведением рынка. И видим, что ордер на покупку пятого контракта благополучно сработал. И я получаю свой портфель в пятый лонговый контракт. И 31 декабря заканчиваю с портфелем в пять контрактов по мини-кукурузе и просадкой в 113 долларов 75 центов. Следующая моя торговая сессия была уже в четверг-третьего января. Открылись мы также без изменений с пятью контрактами в лонг по мини-кукурузе. И с некоторым удивлением, что еще была торговая сессия 2 января. Я искренне предполагал, что 2 января никакой торговли не будет. Но, как мы видим из графика, короткая постновогодняя сессия все-таки была. Для нас это ничем не обрачилось. Так же, как и никакой радости не принесла рынок, стоял в том же широком боковике. В этот день рынок, праздновые колебания в этом боковике, приняли решение подкорректировать ордер на продажу. И столкнулись с некоторыми техническими проблемами. То есть, я не мог ничего сделать со своими ордерами. Мне пришлось обращаться в техническую поддержку брокера. Был весьма интересный, необычный для меня опыт. В том плане, что брокер подключился и начал совершать непонятные для меня операции. Все пять контрактов были проданы. Тут же, по той же, это неоткутлено. Причем видно, что это сделки сугубо системные, то есть, не биржевые. Потом такая же операция была проведена сериями четырех контрактов. Потому что привод купил пять типов ошибки специалистов поддержки. Продал один. В итоге осталось четыре. И он провел порядка, подряд несколько операций. Продав, купив по одной цене системы на четыре контракта. По завершению этих операций я обратил его внимание, что, дорогой, а где еще один контракт из пяти позиций? На что получил весьма занимательный ответ. Является ли это для вас проблемой? Я, по большому счету, нет. Но, некоторое удивление, такой подход меня это вызвало. Так как, что называется, без моих каких-то инструкций и указаний, меня лишили одного ломбового контракта из портфеля. Ну, благо, сотрудник вовремя исправился. Соответственно, обратился в трейдер деск. И контракт был благополучно куплен. Не в портфель. Как видим, на графике набор, безумный набор каких-то сделок. Это как раз отражение операций техподдержки. Непонятно вам не толком. Но и до кучи. И на следующий день, получив стейкмент, отчет брокера, я для себя с удивлением нашел там еще некую комиссию за ликвидацию позиций в размере 25 долларов. Вот это тоже вызвало у меня легкое недоуменение. Я впоследствии написал несколько писем торговой, деск, техподдержку, с объяснением ситуации, что у меня был исключительно технический вопрос по снятию ордера. Что вся эта активность, это, как сказать, было творчество техподдержки и коллег. И с какой стати мне выставляется комиссия за ликвидацию, при том, что ни маржин-слов, ничего и близкого не было, я не понимаю и прошу дать аргументированную ответку. Пока ответ ждем. Ответа я не получил. Соответственно, ситуация была исправлена, техническая терминал благополучно заработал. Были там проведены определенные синхронизации. Также скажу, что мне пришлось переустановить терминал. Мне эта поддержка прислала ссылку на установку нового терминала. После этого все благополучно заработал. Мы ждем снова вернуться к вопросу выставления ордера на распродажу своей позиции. И выставил первый ордер по цене 382.500. Ордер разместился. Терминал благополучно заработал дальше. Как видим, в этот же день, после этой заморочки, рынок начал благополучно расти. Двигаясь в сторону моего ордера на распродажу. И торговый день мы закончили также с 5 ландомными позициями. И началом движения рынка в сторону ордеров на продажу. И на текущий момент это уже была зона не то, что без убытка, а некоторой плюсовой профита в 138.75. Следующий торговый день уже был пятница 4 января. Открылись мы также с 5 ландомными позициями. Контрактами был он. За ночь никаких изменений не произошло. Рынок по-прежнему продолжает свое движение к моим целям. Наблюдаем за его поведением. И видим, что срабатывает мой первый ордер на продажу. Один контракт мы продаем. Итого в портфеле остается 4 контракта. И принимаем решение выставить следующий ордер на продажу по цене 385. Покажаем наблюдение за рынком. Рынок входит в боковик на локальном хае. И в последствии закрывается, оставив меня по-прежнему с 4 ландомными контрактами по мини-кукурузе. Следующая торговая сессия была уже в понедельник, 7 января, вчерашний день. Открываемся по-прежнему с 4 ландомными контрактами. Наблюдаем за движением рынка. Рынок у нас, как мы видим, в боковике. Принимаем решение выставить ордер на продажу. И ордер на покупку. Ордер на покупку ставим по локальному уровню. По той точке, от которой оттолкнулись и пошли вверх. Наблюдаем за движением рынка. Рынок особенно никуда не идет и входит в боковик в этой зоне. Ну, собственно, и заканчиваем вчерашний день также с 4 контрактами по лангу в районе локального хае. Также на сайте QL5 зарегистрировал свой счет для того, чтобы и сам мог видеть графическое отображение статистики своей торговли. Возможно, и посторонние могут найти его, посмотреть статистику, если кому интересно. Брокер, конечно, подпортил мне чуть-чуть векторную диаграмму. Своими сделками, которые получили, что на тот момент посидцили часть убытков. Ну и, собственно, из данных графиков видим текущее положение дел, что счет сейчас находится в плюсовой зоне чуть меньше 22%. Ясненько. Понял вас, Игорь. Спасибо большое вам за ваш обзор. Ну что, пожелаем вам удачи, хорошего настроения. Надеемся, что ваша прибыль ждет вас впереди. Спасибо, Игорь. Игорь, слышите меня? Да, будем над этим работать. Спасибо вам большое. Всем всего доброго. До свидания. Спасибо. Слышу. Вы меня? Да, да, слышу вас. Слышу. Все, спасибо. До свидания. Удачи. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...